Самолет Бе-200 из Хабаровска приступил к поискам пропавшего судна в Японском море. На борту Востока, который направлялся из Южной Кореи на Сахалин, 20 человек. Больше 10 часов назад судно был получен сигнал бедствия, сработал аварийный радиобуй. В районе поисков шторма, волны до 4,5 метров в высоту. Сейчас спасатели обследуют акваторию с воздуха, при необходимости десантируются на берег. Макар Руденчик следит за операцией. Сигнал бедствия поступил во Владивостокский морской спасательно-координационный центр около 5 часов по местному времени. В 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовному судну «Восток». По уточненным данным, на борту находились 20 моряков, а не 21, как сообщалось ранее. «Восток» направлялся из порта в Южную Корею в Сахалинскую область, порт Холмск. В районе предполагаемого бедствия, а это нейтральные воды Японского моря, напротив побережья Северной Кореи, развернута спасательная операция. На место вылетели два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС России. Активные поиски идут и на воде. «В месте предполагаемой аварии рыболовного судна «Восток» находится теплоход «Фескодиамит», принадлежащий ненависточному морскому пароходству, которое производит поисково-спасательную операцию. Закончили свою работу в этом предполагаемом месте аварии два вертолета Ми-8 МЧС России, один другой, ЭКО-ЦПС. Ничего они не обнаружили, вернулись на свои базы». Даже спустя несколько часов после сигнала СОС информации с места событий мало. С теплохода «Диамит», находящегося в районе поисков, сообщили, что в воде найдены два спасательных жилета и рыбацкий мусор. Чуть позже якобы был обнаружен аварийный буй, но выяснилось, что за него ошибочно приняли пустую бочку. Ситуация осложняется штормовым ветром. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Высота волн до 4,5 метров. Температура воды у поверхности около нуля. Об угрозе обледенения судов метеорологи предупреждали еще два дня назад. Поиски затрудняют и то, что несколько часов назад пропал радиосигнал аварийного буя. Сами моряки на связь не выходили. МЧС России усиливает спасательную группировку. «Все попытки связаться с судном не принесли результата. К месту срабатывания радиобуя убыл морской спасательный буксир «Спасатель заборщиков». О случившемся оповещены все проходящие в данном районе морские суда. В готовность к приему пострадавших приедена центральная районная больница в поселке Славянка». В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона «Горячие линии». Номер на ваших экранах. Уже известны имена членов экипажа пропавшего судна. Их опубликовала компания судовладелец, находящаяся на Сахалине. Среди них 9 сахалинцев и один приморец, а также уроженцы Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана и Свердловской области. В Приморье и на Сахалине к работе с родственниками моряков готовы психологи. Тем временем по факту крушения возбуждено уголовное дело. Нарушение правил безопасности движения, эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. И все же специалисты говорят, что пока нельзя делать преждевременные выводы. Власти Сахалина заявляют, что шансы на спасение моряков есть. В районе бедствия активное судоходство, а на самом судне «Восток» есть спасательные плоты. Макар Руденчик и Ян Савицкий, Первый канал, Владивосток.